Ну здорово! Новое обновление в Брукхейвен наступило, и сейчас мы глянем, что там такого нам добавили. Ну и, конечно же, будут ли новые секретки? Как вы видите, ребята, я уже нахожусь в Брукхейвен, и мы видим долгожданный патчноут. Нам добавили две новых вещи. Первое — это какое-то транспортное средство, я еще не знаю, я не смотрел, что это такое. А второе — это новый апартамент, ребята, да, новый пентхаус, и мы сейчас посмотрим, как он выглядит, потому что я как раз-таки и купил этот геймпасс. На самом деле, очень интересно, но давайте для начала, пока мы еще здесь, посмотрим, что же за новую тачку нам добавили. И, к слову вам сказать, я давно не смотрел на тачки, и я могу даже ошибиться, да, от того, какая новая, а какая не новая. Но они еще неизвестно, добавили ее как машину в вот этот вот Vehicle Pass, да, в Vehicle Pack. Но пока что, ребята, посмотрите, да, у нас назревает в Брукхейвен, по-моему, что-то очень интересное. Во-первых, посмотрите на эту машину, я не помню, чтобы она была. Ё-моё, нифига себе, вот это точило. Это уже поинтересно, похоже, ребята, на какую-то тачку для агентства, по-любому. Они, гляньте, она суперфутуристичная, мне кажется, что довольно-таки интересно. Хорошо. Дальше у нас есть, ребята, вот такой вот, ё-моё, вот такой вот джип военный, посмотрите. Интересно, с него можно стрелять? Нет, к сожалению, нельзя. А стать как-то можно наверх? Да, ребята, наверх стать можно. Если в Брукхейвен нам добавили вот эту вот машину военную, это значит, что что-то у нас будет назревать. Это 100% даже не обсуждается. Походу, действительно, у нас будет война с агентством. Гляньте, нет, ну тачка довольно-таки прикольная. Её даже можно перекрасить любой другой цвет, да? Посмотрите, это жесть, реально круто. Давайте глянем следующую. Следующая у нас, ребята, тоже военная машина. Это военный грузовик. Обратите внимание, что мы тут даже можем что-то написать. Давайте попробуем, посмотрим, как это всё будет выглядеть. Да, гляньте, вот это действительно круто. То есть мы, по факту, ребята, будем свидетелями какого-то военного конфликта. Возможно, чтобы схватить агентство, приедут военные в Брукхейвен и попытаются что-то с этим сделать. Но если у нас добавили военный транспорт, то будет ли военная база? Я почему-то думаю, что будет. И есть она сейчас или нет, конечно, вопрос интересный. Скорее всего, её нет. Но если у нас добавили тачки, по-любому у нас будет где-то военная база. Это реально круто. Давайте тогда посмотрим дальше, что у нас есть из новых вещей. Я не знаю, возможно, в Вейкл Пак добавили, но он стоит дико дорого. И мне даже не хочется его покупать. Что, вот это, по-моему, тоже новая какая-то тачка? Не помню её, если честно. По-моему, да. По-моему, она тоже новая. Что у нас ещё? Ну, в принципе, больше новых тачек у нас с вами нет. Нет, это по факту будет самое последнее. Да, всё, больше ничего у нас здесь нет. Интересно. Хорошо, что касается у нас РП-сета. Добавили ли нам какие-то вещи? Если у нас есть военные машины, может быть, нам что-то военное добавили. Не знаю, там, миноискатель, может быть, ещё что-то. Но вроде как я пока что ничего здесь новенького не вижу. Нет, ребята, из РП-сета вроде как ничего нового не добавили. К сожалению, было бы прикольно, если бы добавили. Но, как видите, нет, ничего у нас нет. Хорошо. Не будем расстраиваться, потому что впереди у нас ждёт очень интересная вещь, ребята. Сейчас мы идём с вами смотреть новый, новый апартамент. Пентхаус. Да, у нас есть сейчас два вроде пентхауса. Это у нас вроде второй или что-то, короче, в этом роде. Я так и не понял. Но это, ребята, пентхаус, который просто суперский. Давайте мы сейчас с вами поставим его. И вот он, ребята, вот он пентхаус. То есть, видите, у нас два пентхауса с бассейном наверху. Второе, это квартиры, они не считаются. То есть, вот, да, у нас правильно, два пентхауса. Но давайте попробуем запустить и посмотрим, что же у нас сейчас будет. Итак, он создаётся. И посмотрите, сразу видно, что он выглядит у нас в каком-то футуристичном виде. Ага, в каком-то футуристичном стиле. А если мы с вами, знаете, что попробуем? Давайте мы поставим вот эту тачку. Так, давайте, давайте. Где она, где она? Вот она. Посмотрите, если мы сейчас поставим эту тачку и перекрасим её, например, ну, в такой же голубой, например, да, цвет. В синий. Посмотрите, действительно, она тоже футуристичная. Я не понял, это будущее в Брукхевен, что ли, будет? Очень странно. Ну, ладно, двигаем тогда с вами дальше. Заходим внутрь и посмотрите, что у нас здесь. Это просто капец. Во-первых, у нас здесь, ребята, много всяких кнопок, светяшек и непонятных вещей. Но, как мы видим, весь дом полностью в синем. А мы можем как-то поменять цвет. Помните, это чёрный дом, который у нас, ребята, стоял, где у нас гробы. И там можно менять освещение. А тут мы это освещение, вроде как, менять не можем. Хотя, здесь есть какие-то штуки. Что это такое? Ага, это не то. Ладно. Ну, хорошо, давайте посмотрим, осмотримся здесь. И самое интересное, найдём ли мы здесь какие-то с вами секретки. Конечно же, я очень сильно надеюсь, что мы их найдём. Но, что нам остаётся делать, кроме как их искать? Во-первых, давайте глянем, что это за комната. Это обычная, вроде как, спальня, да. Тут два человека могут лечь. И тут, обратите внимание, есть две кнопки. То есть, первая, это свет. А вторая, это вот такая вот дверь. То есть, у нас, ребята, полностью закрывается вот эта комната. Обратите внимание, в таком футуристичном виде. Ну, на самом деле, я вам скажу, интересно, блин. И очень интересно. Так, давайте пойдём дальше. Здесь у нас есть вот такой вот камин. Да, гляньте. Выглядит супер. Так, что у нас дальше? Вот такой вот у нас рабочий стол. За ним ничего вроде нет. Хотя, обратите внимание, кстати, ничего вам не напоминает? Ребят, напоминает крест в секретке. Офигеть. Интересно, это совпадение, либо реально так? Ну, гляньте, реально крест в секретке напоминает. Точно такой же. Точно так же выглядит. Интересно, может быть, он связан с агентством этот дом? Хотя, вряд ли. Но, блин, он весь такой футуристичный. Такое ощущение, как будто реально в Брукхевен приближается какое-то будущее. Может быть, тут скоро и машины летающие появятся. Так, здесь у нас вот такой вот балкон. Вот такая вот верандочка небольшая. И выглядит довольно-таки, я вам скажу, солидно, ребята. Реально круто выглядит. Окей, давайте зайдем, посмотрим, что у нас еще здесь есть. Мы видим вот такой вот джакузи. Это у нас телевизор. Посмотрите, тут у нас даже музыка может играть. Неплохо. Ребята, это новые у нас какие-то картинки. Я раньше их не видел. Ё-моё. Так, ну ладно, хорошо. С джакузи понятно. У нас тут где-то должно быть освещение. Только я его что-то найти не могу. Подсветить никак нельзя. А вот. Нифига себе, ребята, смотрите. То есть мы можем поменять свет. Цвет джакузи поменять. Блин, это реально прикольно. Я еще, кстати, не видел. Может быть, я просто не включал джакузи в некоторых домах. Но это, блин, очень прикольно. Так, ну давайте мы закроем. Вау, реально круто. Окей, двигаем дальше. Здесь у нас вот такой вот коридор. Интересный. И есть две комнаты. Первая и вторая. Они ничем вроде как не отличаются. Только тут у нас есть стекло. А здесь у нас ничего нет. И если мы с вами сюда зайдем, мы также можем выключить здесь свет. И вот так вот закрыть. И таким образом можем влечь. Ну на самом деле уютно, блин, здесь. Я вам скажу, реально. Если от первого лица, давайте попробуем. Блин, реально супер. Так, а давайте попробуем в эту зайти. Так, давайте выключаем свет. Тоже закрываем. Блин, на самом деле очень уютно и очень интересно, я вам скажу. Что это такое? Вы тоже это видите? А ну-ка, ребята, это что такое? Давайте глянем. А ну-ка. Где она? Что это? Ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, что это такое? Мне кажется, похоже на секретку, конечно же. Но это ничего, не нажимается ничего. Ладно. Я не знаю, чисто случайно заметил. Так, тут у нас что? Тут у нас типа полка, но мы никуда залезть не можем. Ладно, давайте выходим отсюда. И двигаем дальше. Здесь у нас вот такая вот огромная кухня. Итак, ребятишки, двигаем дальше. У нас здесь вот такая вот интересная кухня. Тут у нас также свет выключается. Обратите внимание на вот эти вот эмблемы. Я не понимаю, к чему они здесь вообще нужны. Такое ощущение, как будто, я не знаю, ну, они тут явно что-то намекают. Но я не знаю, почему. Хотя, вот если так подумать, ребята, если присмотреться, это у нас шестиугольник. То есть точно такой же шестиугольник, как и в том доме. В секретном доме, ребята. Помните? Возможно, они связаны. Как вы думаете? Напишите в комментариях. Но догадочка довольно-таки интересная. Ладно, давайте глянем, что у нас дальше. Тут у нас есть такой холодильник. Можем открыть. Тут все абсолютно. Обратите внимание, у нас неоновое. Выглядит реально супер. Так, ну тут, в принципе, все как и в стандартных квартирах. Ничего интересного нет. Если мы зайдем сюда, то тут у нас уже будет, ребята, ванная комната. Здесь у нас и сама ванная. Здесь у нас туалет. С... Нифига себе. Посмотрите. Вот это туалетная бумага. Держатель, точнее, для туалетной бумаги. Я тоже себе такой хочу. Офигеть. Здесь у нас вот такая вот, посмотрите, зеркало. Вот такое большое. Конечно же, раковина, в которую мы можем войти. Но вы спросите, кстати, почему мы можем войти. А потому что, видите, тут же у нас анимация. Если бы мы могли дотрагиваться до этой раковины, то у нас были бы большие проблемы. Здесь у нас находится вот такой вот гардероб. С секреткой. Посмотрите. Гардероб с секреткой. Интересно. Интересно, я вам скажу. Блин, прикольно. Ну, у нас здесь нет никаких потайных проходов. Кроме как, смотрите, полностью весь гардероб, он у нас такой вот прозрачный. Мы можем пролезть куда угодно. Интересно. Интересно. Но, и мы с вами обошли здесь все. И, в принципе, никакой секретки мы здесь не нашли. Получается, в этом доме нет секреток. Странно как-то правильно. Но на самом деле, на самом деле, я надеюсь, что я не прав. И тут все-таки есть секретка. Поэтому вы обязательно пройдитесь полностью. Посмотрите, что здесь. Может быть, я что-то упустил. Ну, окей. Теперь мы с вами посмотрим по обновлению в целом. Добавили ли новые какие-то секретки? Изменилось ли что-то или нет? И вполне вероятно. Потому что вы знаете, что постоянно, когда Брукхевен обновляется, постоянно что-то из секретов добавляется. Нам об этом не говорит никто. Я подумал, что, ну, возможно, возможно, что-то бы у нас и было. Правильно? У нас есть вот такая вот интересная особенность. Мы не проверили с вами дома. Поэтому я предлагаю с вами взять какой-то дом. Наверное, я сейчас его поставить не могу. Но давайте просто глянем, есть ли у нас какой-то новый дом. Дом, которого мы еще не видели. Новых домиков у нас с вами нет. Хотя у нас есть, ребята, дом, который не относится к агентству. Но там есть вот эта вот светяшка. Очень странно. Так, что это дом такой, что ли? Я не помню такой дом. Ребята, напишите в комментариях, добавился ли новый дом. Потому что я их очень редко ставлю. Да, я ставлю только самые интересные. Обычно какие-то не ставлю. Я даже мог не догадываться, что они действительно есть. Так, ну давайте попробуем сегодня покататься на вот этой вот штуке. Чисто проверить, ребята, как это все будет. И у меня сразу возникает интерес. Если мы пройдемся с вами по некоторым местам, которые у нас должны, ребята, в будущем, да, измениться. То есть у нас должны добавиться какие-то секретки. Давайте попробуем заехать сейчас в бункер наш с агентством. И глянуть, может быть там что-то у нас изменилось и добавилось. Нет, показалось, что что-то изменилось. Но на самом деле все хорошо. Ладно, заходим внутрь и пытаемся разглядеть какие-то интересные вещи. Ну, пока что я ничего здесь не вижу. Ничего нового здесь нам не добавили, к сожалению. Окей, а если вот здесь? Помните, здесь у нас была, ребята, вот такая вот интересная вещь. Давайте попробуем глянуть, найдем мы ее или нет. Да, она все еще здесь. Видите, вот этот оранжевый уголочек, это как раз-таки та табличка. Хорошо. Ну, я так полагаю, что если тут и есть секреты, но они очень сильно спрятаны. То есть их по факту не найти. Либо они очень-очень незначительные, либо их вообще не добавили, что в принципе тоже не исключено. Так, колокол. С колоколом у нас все понятно. С колоколом все понятно. Светится, конечно, он очень жестко. И у меня такое чувство, ребята, что вот этот вот колокол как будто что-то включает. Потому что, ну, посмотрите, какого хрена он так ярко, блин, горит. Гляньте. Он очень ярко горит. Странно. Похоже, кстати, вот эти вот кристаллы, да, вот эти светящиеся кристаллы, которые мы видели, они похожи на осколки того большого кристалла, который нашел мистер Брукхейвен. И, вероятнее всего, их разобрали на какие-то части. И их можно найти в некоторых частях этого города. Как вам такая идея? Напишите в комментариях. Но, а у нас последняя остановочка. Это, конечно же, наша секретная. Квантум комната. Мы попробуем с вами там что-нибудь найти. Изменилось ли там что-то или нет. Это просто пока что обзор обновления. Здесь секреты я искать пока что не собираюсь. Но, конечно же, мы должны с вами это все проверить. Давайте забежим в комнату и глянем, изменилась ли комнатка. Добавилось ли что-то или нет. Но, как видим, пока что все окей. Ничего нового здесь я не вижу.